библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий георгий добыкин и мы с вами близком портале экзегет мы с вами продолжаем читать книгу юдифи и сегодня 10 глава давайте вспомним что было в начале и так царь навуходоносор царь сирии начинает войну со своим соперником перед этой войной он приглашает в союз разные народы но эти народы отвергают этот союз навуходоносор воюет после победы он решает отомстить тем кто не был с ним он собирает войско руководителем при начале как-то войско становится человек по имя алаферн и алаферн идет по разным странам завоевывает одну страну либо истребляет и если жители этой страны сдаются то уничтожаются светилище вводится культ поклонения навуходоносору ну и алаферн так идет из страны в страну и вот он приходит к к израилю он собирается воевать с иудеями но иудеи решают сопротивляться потому что они хотят чтобы их храм был осквернен и уничтожен и и алаферн осаждает город который называется витилуя и жители этого города сначала готовы сопротивляться но потом не заканчиваются припасы они готовы сдаться и здесь на сыну появляется женщина которую зовут иудив она вдова она очень красивая богатая и она молится богу уговаривает советник старейшин этого города и обещает спасти этот город он у нее есть план как это сделать и вот как раз как она это делает не очень рассказывается в 10 и в последующих главах ну давайте начнем читать мы будем читать небольшими отрывками иногда этот отрывок одно предложение иногда несколько предложений и соответственно разбираться что же говорится в этом тексте когда она перестала звать богу израилевую и окончил все эти слова то поднялась на ноги позвала служанку свою вошла в дом в котором она проводила субботние дни и праздники свои ну давайте здесь разбираться перестала взывать в девятой главе рассказывается о молитве в которой она просит бога дать ей хитрость чтобы спасти свой народ она не может конечно выйти там с мечом и просится на целое войско понятно на что погибнет поэтому она идет на хитрость поднялась на ноги потому что она стояла на коленях и более того она лежала ниц и молилась вошла в дом в котором проводил субботние дни и праздники свои что это такое значит дома в израиле были с плоской крышей и вот она и удив на крыше своего дома построила в кущу ну поставила палатку и в этой палатке она проводила время будние дни где молилась постилась и занималась аскетическими подвигами понятно что жить в палатке тяжелее чем жить в доме даже если это просто длинно обидно какая-то какое-то сооружение и вот она жила в этой палатке и только в субботу и праздники спускалась в обычный дом то есть она выделяла субботы и праздники во время которых она переставала молиться почему потому что субботы и праздник это всегда радость и даже если скорбь даже если траур то наступает суббота наступает праздник скорбь и траур отменяется и более лучшая еда более лучшая одежда ну и там веселье мы читаем дальше сняла она с себя вритище который надевала сняла и одежды в достойство омыло тело водой на масти намастилась драгоценным миром причесала волосы надела на голову пояска дело оделась в одежды веселья в которых она наряжалась в одни жизни мужа своего моносе обула ноги свои сандалии возложила на себя цепочки запястья кольца серьги все свои наряды и разукрасилась тебя чтобы плести глаза мужчин который увидит их и дала служанке своей мех вина и сосуд масло наполнила мешок мукою и сушеными плодами чистыми хлебами обернула обернув все эти припасы заложила их на нее ну давайте здесь разбираться на вретище это такая жесткая одежда из шерсти может быть верблюжий то есть человек и одевает когда совершает аскетические подвиги иудив это делал он значит дальше она снимает себя одежды вдовства она прожила несколько лет со своим мужем и после того как он умер она уже не выходила еще раз замуж хотя священное писание не запрещает вдове выходить замуж и вот она носила какие-то скорбные одежды какие они были мы конечно не знаем и вот она обывается как средства наверное как для того чтобы был приятный запах драгоценная мира то есть ароматические масла одевается одевается в самые лучшие одежды которые она носила для своего мужа обувается потому что аскеты ходили босиком украшения макияж и она готова идти в стан калаферн к плюс к этому она берет с собой еду почему чего наберет здесь мы должны обратиться такой вещи как кашрут кашрут это слово которым обозначают библейские и иудейские правила пищи священное писание говорит о том что истинному верующим можно было есть определенные продукты есть другие продукты но к времени возвращения евреев из-за вавилонского плена или даже позже начала складываться следующее следующее дополнение к кашруту там не только нельзя было есть определенные виды пищи но еще нельзя было есть еду которая побывала в руках и приготавливалась язычниками значит это касалось не только там мясо да но и вообще любых продуктов кстати обратите внимание что она взяла с собой еще и вино вот здесь тоже интересно потому что ну вроде бы вино она не запрещается священным писанием почему она вино с собой это берет потому что с точки зрения вот этих правил кашрута вино может оказаться самым трефным то есть самым не чистым продуктом потому что вино использовалось в языческих возлияниях и соответственно берем наперсток вина из огромной бочки выливаем его на языческий жертвенник и все вино в этой бочке превращается в языческое вино то есть идоложертвенное вино ну и соответственно взяли там тушу отрезали от этой туши кусочек этот кусочек сожгли соответственно вся туша посвящается языческому богу ну и так далее поэтому она берет с собой продукты понятно что это такие не не портящиеся продукты и это продукты которые и кошерные и не оскверненные язычниками хорошо читаем дальше выйдя к воротам города витилуя она нашла стоящая перед ним озию и старейшин города хаврина и хармина когда они увидели и перемену в лице ее одежде очень много дивились красоте ее и сказали бог бог отцов наших додаст тебе благодать и да совершит твое намерение на радость снов израилев и на возвеличении иерусалима ну ози этом и старейшины ози это священник это два старейшины которые с которыми она беседовала предыдущих главах скажем и она сказала так у меня есть план вы ему не мешайте доверьтесь мне я все сделаю и они как бы доверяют и вот когда они видят ее они знают что она начала совершать задуманное и поэтому они ее благословляют но не удивляются и не останавливают ее почему она решает выйти из города соответственно бог даст тебе благодать в помощь чтобы ты совершила спасение израиля и иерусалима она пока она поклонилась богу и сказала им велите творить для меня ворота города я выйду для исполнения дел которому говорили говорили со мной и велели юноши моторить двери для него как она сказала она они исполнили это вышло и див и служанка я с ней тому же городские смотрели след за не пока она сходила с горы пока проходила долины пока не скрылась от их глаз ну здесь все понятно здесь каких-то особых комментариев нету единственное что интересно читать что здесь женщина приказывает мужчинам и они исполняют ее приказанием они то есть она и ее служанка шли прямо долины и встретили и встретил людей передавая стражей сириан и взяли и спросили чья ты откуда идешь куда отправляешь она сказала дочь евреев и бегу от них потому что они преданы вам на истребление я иду калаферну вождю вашего войска возвестить слова истины к затем будь которым он пойдет и владеет всей нагорной страной так что не погибнет из мужей его ни один человек и ни одна живая душа и вот здесь мы как раз начинаем сталкиваться с тем что иудив хитрит то есть она обманывает здесь конечно возникает определенная сложность для решения как эту книгу понимать как понимать вообще всю эту историю мы сейчас не будем вдаваться в рассуждение о том насколько это соответствовало какой-то исторической ситуации то есть мы возьмем вот просто описание как будто вот это было иудив идет в стан к врагу и она идет и обманывает обманывает своих врагов вот как на это посмотреть с точки зрения ну не патриотизма или войны а вот с точки зрения самого священного писания которое запрещает запрещает ложь в книге притчи говорится о том что есть несколько вещей которых господь ненавидит одно из них это устал живы и вот здесь же здесь обман и для некоторых христиан ну тех которые не признают каноничность книги иудив и вообще не признают эту книгу и считают что то учение которое здесь изложено оно как бы про противное богу и противное всему учению остального священного писания как бы вот на это место не указывает вот она хитрит ну и дальше она тоже там будет обманывать давайте здесь немножечко разберемся и попробуем ну скажем так посмотреть как священное писание относится вот к тому чтобы мы назвали военная хитрость и таких мест такие места есть еще написание когда персонажи обманывают но господь ну не наказывает этих людей за этот обман и более того говорится даже о благословении давайте вспомним историю двух повеальных бабок двух акушерок которых фараон которым фараон приказал истреблять убивать новорожденных еврейских детей они этого не делали более того они фараону гали прямо в глаза и говорили что мы у нас не это не получается потому что еврейки быстро рожают пока мы приходим они уже там родили мы не можем этого ребенка убить что говорит священное писание за вот эту ложь то что они вот так поступали бог их благословил об этом говорится прямо ну это одна история еще одну историю которую стоит вспомнить она может быть не очень такая известная хотя конечно написано в священном писании эта история которая произошла с царем давидом царь давид оказывается во дворце царя который является врагом евреев и что делает давид он прикидывается сумасшедшим священное писание так достаточно живо это описывает и если иметь воображение можно представить как это происходит давид трется о стены пускает слюну по бороде что-то там на стенах пишет в общем он изображает из себя там не просто отсталу а просто абсолютно сумасшедшего вот и на него смотрят эти враги говорят ну что это за рассказа о том что он наш враг да он просто сумасшедший отпустить его то есть царь давид идет на военную хитрость и еще одна история но вот эта история будет уже связано с женщиной эта история конечно эспири которая ну конечно не настолько идет на хитрость как идет иудив но тоже ну скажем так хитрит изображает из себя или так идет на хитрость чтобы чего-то добиться царя отчасти похоже тоже как иудив и эспири они переодеваются в красивой одежды и идут к правителю вот этот параллель видна конечно эспирь меньше хитрит чем иудив но мы видим определенную хитрость которую используют и та и другая женщина поэтому сказать что вот историю иудив и абсолютно выбивается из священного писания где только правда нет все таки священное писание говорит о военных хитростях и за это военная хитрость персонажи получает благословение ну и еще одну историю вспомним то что отчасти похоже историю диффи это история и а или которая описана в книге судей которая ну скажем так заманила или так заманила сесару ну или так она промолчала ничего ему не сказала сесара уснул в ее шатре она его поразил тоже история отчасти похоже на историю иудив и так она входит в стан ее встречают там передовые отряды они ее спрашивают она объясняет что она бежит от евреев потому что он знает они обманывают что они погибнут хорошо читаем дальше что с ней происходит когда эти люди слушали слова и и смотрят лицо не она показалась им чудом по красоте и они сказали ты спасла душу твою поспешив прийти господину нашему ступай же к шатру его а наши проводят себя пока не передадут себя ему на руки когда ты станешь к ним не бойся сердцем но выскажи слова твои и он тебя облагодетельствует и выбор среди свои сто человек представили их к ней и к служанке и они повели и к шатру алаферна книга иудив неоднократно говорит что сама иудив была очень красивая здесь она еще и красиво оделась помазалась ароматическими маслами подкрасилась и она выглядела просто сногсшибательно если можно так сказать что они ей говорят вот эта фраза небось и сердцем твоим значит здесь что это за фраза чтобы было понятно значит для нас центр человека этот голова да то есть мозг если мозг умер то человек умер если говорить откуда все идет все из головы идет то для древних людей центр человека это было сердце то есть нутро человека стержень человека и поэтому когда они говорят небось и сердцем твоим то есть ну как бы пускай страха внутри тебя не будет успокойся все будет хорошо значит обратите внимание в 17 все говорится что ей дали в охранение 100 человек ну то есть такая делегация была очень пышная понятно что тем самым они ее поднимают в глазах окружающих во всем стане произошло движение потому что весть о приходе разнеслась по шатрам сбежались сбежавшие окружили ее так как она стояла вне шатра лаферна пока не возвестили они и делись красоте и а из-за нее делились и с нам израилем говорили каждый ближний сего кто пренебрежет таким народом который имеет таких жен у себя неблагоразумно оставить их оставить из них ни одного мужа потому что оставшись будет состояние перехидеть всю землю здесь такая очень интересная вещь значит они смотрят красивая женщина и как бы так думают ну или так говорят между собой если у них такие красивые женщины то наверняка у них красивые мужчины и этих мужчин надо истреблять потому что если эти мужчины могут завоевывать добиваться жениться на таких красавицах то понятно что это не простые люди что они очень такие умные очень хитрые и поэтому надо их истребить иначе такие хитрецы завоюют подчинять всю землю такой интересный интересное размышление хорошо давайте дочитаем десятую главу между тем спавший при алаферне все служители его вышли и вели ее в шатер спавший при алаферне это телохранители не только не не в том смысле что они вот сейчас спали хотя значит речь идет о вечере но в данном случае это все-таки целохранители алаферн отдыхал на своем на своей постели за занавесом украшен пурпуром золотом изумрудом драгоценными камнями когда им доложили они он вышел в передней дельне шатра и перед ним несли серебряные лампады когда иудив представилась ему и служителям его все удивились красотели цела она пав на лицо поклонилась ему и служители его подняли здесь достаточно все просто почему вам под том что же вечер нужно ее рассмотреть еще раз подчеркивается что иудив отличалась большой красотой у здесь она падает перед ним на колени колени поклоняется ему отчасти похоже на историю с эсфирию правда то не на колени упала а то изобразила из текста книги понятно что она все-таки изобразила она упала в обморок вот ну и как бы тем самым она показала насколько она почитает вот этого правителя и в книге эсфирии и в книге иудив ну и она поклоняется хотя священное писание ну как бы подчеркивает что евреи не должны кланяться язычником хорошо мы с вами прочитали десятую главу который рассказывается о том как и иудив входит в ассирийский стан что будет дальше это уже следующие главы и мы их прочитаем в следующий раз спасибо за внимание меня зовут дмитрий гостабыкин и мы с вами были на портале экзегет всего доброго до до свидания